И всем привет, дорогие друзья, с вами Георгий, канал PlayGeorge. Очень давно я не появлялся на канале, извините меня за это, но вот в такой великий день решил вновь появиться. Сегодня великий день, день победы нашей страны над нацистской Германией, над фашистской нечистью. Это без преувеличения великий день, наши деды, наши прадеды пролили кровь за нашу страну, очень много жизней унесло, очень много, 30 миллионов у нас погибло. Это ужасное, просто ужасное число, просто катастрофическое. Были ужасы, в том числе и мои родственники некоторые тоже участвовали в этой семье. Моя бабушка, мой дедушка, отец моей мамы участвовал. Была блокада Ленинграда, это вообще ужас. Это был кошмар, когда клей варили люди, чтобы не умереть с голоду, и просто варили клей и это ели. Друг друга ели, убивали и ели, потому что, вот, правда, нечего было есть, абсолютно нечего. Это были ужасные 4 года с 1941 по 1945 год. Это был просто кошмар. И огромное спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, что он возродил память о Великой Отечественной войне, чтобы мы не забывали, чтобы подрастающее поколение не забывало о войне. А то некоторые индивидуумы, некоторые личности говорят, да зачем об этом помнить, уже прошло почти 80 лет, зачем это вспоминать, это плохо и так далее, это все бред, надо помнить. Наши деды, наши прадеды отдали жизнь за нашу страну. Как это так? Что это значит, что это было давно? Это нельзя забывать ни в коем случае, никогда. Спасибо нашему президенту, что он создал Труженики Тыла. Он возродил всю историю о войне. Благодаря именно ему у нас стали активно сниматься фильмы про войну. Вот сейчас я смотрю по телевизору «Диверсант», тоже великолепный фильм. «Дивитаев», с моим любимым актером Павлом Прилучным, «Т-34», «Воздух» недавно вышел, тоже потрясающий фильм. Это все нужно, это все нельзя забывать. И нужно, чтобы как можно больше снимались фильмы про войну. Да, не все они, конечно, качественные, не все, но если уж качественный выйдет, это прям качественно. Например, как «Дивитаев», «Штрафбат», «Брестская крепость» и так далее. Повторюсь, великий сегодня день. Я только что посмотрел Парад Победы, надеюсь, и вы тоже. И у меня прям слезы на глаза наворачивались. Как вот пройдя такое, наши люди остались людьми, не скотинились, не превратились в демонов. Остались людьми. Я считаю, это великие люди. Это просто нечто. И у нас, в принципе, нет сейчас в стране людей, у которых бы не было родственников, которые бы не участвовали в войне. У кого-то бабушки участвовали, у кого-то прадеды, у кого-то деды и так далее. Нет ни одной семьи, у которой бы не было родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Просто нет. Ветеранов, к сожалению, остается все меньше и меньше. Вот, относительно недавно умер Владимир Этуш, он дожил аж до 97 лет, если я не ошибаюсь. Их все меньше и меньше и меньше, к сожалению. Сейчас я только что посмотрел ролик. Мне прислали, где мальчик, совсем маленький мальчик, поет песню, говорит, мне мама сказала, чтобы я спел эту песню так, чтобы встала вся стлана. Я вот в свой канал в Телеграме это видео потом скину и, возможно, даже на свой YouTube канал посмотрите. Это просто великолепно. Маленький мальчик поет песню про войну так, что у меня, у моих родителей мурашки по коже пошли. Вот так. Это просто было нечто. Маленький мальчик, он даже эр не выговаривает и уже вот так поет. Прям с выражением. Не всякий взрослый так споет песню. И очень приятно за будущее поколение, потому что из этого ребенка явно вырастет очень хороший и великолепный человек. Потому что уже с младенчества его замечательные родители ему внушают, что надо быть патриотом. Спой песню о Дне Победы. Вот она ему, он же так и говорит. Мама мне сказала спеть песню так, чтобы встала вся стлана, так и сказал. И я уверен, что послушав эту песню, встанут. Я лично встал. И все, я думаю, встали бы. Это просто великолепно. Это с выражением было видно. Да, он немножко картавил, но это вообще не раздражало, не бросалось в глаза, не бросалось в слух, в уши. Это было просто потрясающе. И вот смотря на таких маленьких детишек, очень гордишься будущим поколением. Значит, из таких детей, я надеюсь, что он не единственный своего поколения. Но было бы странно, если бы из всего поколения вот таких маленьких детей только один был бы вот такой. Я уверен, что еще есть. Опять же, я еще смотрел видео, где на параде маленькие дети танцевали под песню, собственно говоря. Маленькая девочка и маленький мальчик тоже это скину в группу. И посмотрите, это было просто великолепно. Очень приятно, что такой у нас президент. И делает, все делает для того, чтобы не забывались подвиги наших детов и прадедов, повторюсь. Это просто великие люди, просто великие. И нельзя, нельзя, повторюсь, нельзя забывать это. Ни в коем случае нельзя это забывать. Иначе все, если забыть свою историю, забыть, как мы одолели фашистскую нечисть, демонов, то все. Забыть историю своей страны, а особенно вот эту часть истории. Ну, я в основном ее имею в виду, с 41 по 45, то все. Никогда нельзя рассуждать. Вот это было давно, это было когда-то. Зачем об этом помнить? Да как же зачем-то? Это не просто там что-то было, какое-то непонятное. Это, извините меня, была война. Война. И погибали не только солдаты, погибали мирные жители. Наши дети погибали, наши женщины погибали. То есть мирные жители погибали. Если мы убивали их солдат, то эти уроды, они просто убивали мирных жителей. Убивали наших детей, наших женщин, наших парней, мирных жителей, которые не участвовали в войне. Это я считаю полным скотством. Мы убивали их солдат. Вот этим мы и отличаемся от этой нечисти, от этих уродов. Еще раз всех с праздником, с 9 мая. А я сейчас пойду смотреть «Диверсант», «Девятаев». Вообще у меня традиция в такой день, весь день, простите за тавтологию, смотреть военные фильмы. Неважно какие, главное, чтобы смотреть. «Диверсант», «Девятаев», «Т-34», «Штрафбат», «Брестская крепость», неважно. Главное, у меня всегда в этот день включен телевизор, включен не просто, не просто включен телевизор, а включен военный фильм по этому телевизору. И я смотрю и наслаждаюсь, потому что, да, у нас, повторюсь, множество неудачных военных фильмов, но при этом я могу привести огромное количество удачных. Я их назвал уже несколько раз. Можете их все посмотреть сегодня, вы не пожалеете. Великий день, повторюсь, наши прадеды и диты отдали жизнь за нашу страну. Победили фашистскую несть, это был ужас. С Божьей помощью, надеюсь, это никогда не повторится. Еще раз всех с праздником, с 9 мая, с Днем Победы, всем пока.